доброго утречка всем у кого утречка ну вот сегодня появился опять повод для съемки сюжета снимаю как обычно то что мне интересно то что вероятно и вам будет интересно хотя вряд ли это будет полезно но интересно с виду обычный трактор ничего не предвещал беды поехал забирать трактор без двигателя двигателю шатали трактор стоял обычная история все как обычно трактор принципе в неплохом состоянии покажу кто не видел вот такие вот бумажечки лепили было время позже стало это алюминиевым иногда вот такие попадаются это 94 95 год кстати угадал 94 вот ну из момента как я увидел этот трактор так блин петухи но бэк-вокал у меня здесь ладно с момента как я его увидел начались какие-то странности какие-то у меня сомнения подозрения начали возникать но что-то он вроде бы обычный вроде бы ничего тут все как обычно как положено цвет облицовка но все все простое но начал замечать какие-то вещи необычные скажем так не волшебные но необычные вот первый увидел вот это вот диск это для крепления ручки газа обычно он бывает либо на старых моделях вообще в панели вот здесь либо если уж вот такой диск стоит на новых моделях то он стоит с другой стороны ну думаю ладно не знаю зачем но думаю но пусть пускай будет так ну потом пошли в сарай и начали смотреть он говорит там кусок двигателя у двигателя лопнул коленвал что в принципе тоже удивило я ни разу не видел отдыху с лопнутым коленвалом вот ну и с тех пор трактор встал ладно я не помню чтобы что мы первые пошли в сарай наверно пошли в сарай приходим сары не отдают вот такой кожух первое что я увидел я думаю ни хрена себе странный кожух для удэхи потом показывает вот такой двигатель ну кожух он угадывается это т.м.з. т.м.з. в сн 7d 6d 9d не знаю как ему самый распространенный 7d вот я думаю опа кто-то уже колхозил в этом тракторе видно у дыху ну как обычно магнита ушатали вот и начали придумывать то что было под рукой вот но вынесли вот этот двигатель обратил внимание думаю блин крепление как хорошо сделаны как прям как завод такие вот литые вещи тут не ну не штамповка не колхоз думал отцы кто-то переделал хорошо ну потом дальше едем попадается вот такая ручка ну вроде обычная ручка газа вот за вот этого момента и я тут вспомнил что стоит не с той стороны у него вот тут тот диск крепление ручки газа ну думаю ладно и тут переделали все хорошо едем дальше смотрю какой-то странный интересный механизм еще самое в нем интересное что тоже на колхоз не похоже то есть такие вот болтики заготовочки все это вырезано все это вырезано еще в те времена когда не было лазерной резки и все это оцинковка ну или какой такой оцинкованный металл интересно показалось вот ну и это соответственно видно что привод чего-то вот а явно не удешенного и него 2 чешного вот дальше дальше вынесли вот такой кожух коров меня чуть сильно не смутил ну кожух и кожух ну это естественно заводилка от вас и вот и дальше нашел я там маховик корзину с маховиком сцепление к сборе все удешено ничего удивительного все отлично показалось мне отверстие какой-то странный а ну конус но она маловато вот нашел я кусок коленвала от вот это м за нашел вставляю а он блин родной но думаю вообще это самое переделали удешный конус под этот конус но кто токари точили конуса понимает что это очень серьезная работа это надо кондуктор там изготовить или примерять каждый там подгонять этот конус ну а потом смотрю думал а как переточили если удешный конус больше в диаметре а этот меньше и втулок я никаких здесь не наблюдая то есть вот это чугунная вся болванка она отлита и проточена именно под этот конус вот это стало уже интересным закрались сомнения что это все сделано на заводе изготовителя ну думаю ладно начал приглядываться к этой крышке вот осмотрю чё-то мне в ней не понравилось что-то она какая-то не такая взял такой инструмент померил удышки вот этот расстояние 130 и по центрам между болтов 150 по моему приблизительно вот смотрим здесь посадочная ну прибыль примерно и видим что посадочная у нас но явно не 130 где-то 105 а между болтов у нас где-то 130 межцентровое примеряем сюда вот она наше 130 и вот она наше 105 то есть получается что вот эта чугунная болванка тоже отлита на заводе и просверлено проточено отверстие четко вот этот двигатель мне теперь интересно какой стартер они сюда ну судя по зубьям возможно даже 366 который стоял на удышки ну в общем я маленечко под офигел я ни разу не видел такую комплектацию ни разу не видел что на кмз завода были такие двигатели были отцы были там бриксы было много всякого эксклюзива но но не в сн 7d ни разу мне не попадался как-то кто-то говорил мне что у него кмз был с сн 7d но я ему сказал что кто-то его туда приколхозил и что такого завода они не шли оказалось я ошибался извиняюсь перед этим человеком открываю здесь рама все кто ну более-менее знают эти трактора на дизелях рама была из уголка на бензинках с квадратного профиля здесь обычный бензиновый как бы вот этот полу рамок но подрамок подрамник плохо полу рама не знаю как ее обозвать короче она обычно бензиновый но необычно удышки отверстие для крепления двигателя вот здесь расположена здесь глухие места то есть здесь даже никогда не сверлили под удышку а просверлено для крепления вот в этом месте и он на даже подушка с болтом интересно интересно глушитель обычный удышка у меня есть директор производства тоже ему все это интересно разрешите я продолжу глушитель обычный удышный все нормально пошла труба пошла пошла куда пошла 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 она он туда то есть с той стороны выхлоп труба согнута тоже все это на заводе вот исходя из всех моих вот этих вот исследовательских действий из всех этих примет скажем так замеченных я теперь могу наверное совершенно точно сказать что проводились такие эксперименты на заводе курган маш заводе вот и даже судя потому что отливались вот эти болванки сверлились вот эти отверстия точились вот эти конусы то есть видно что это даже наверное эксперимент то есть этот трактор либо поставили в мелкосерийное производство либо он готовился к серии и формы для отливок сделали уже то есть они готовы и были потому что это завод это не слесарная мастерская не токарная не токарная и так далее то есть это требует серьезных вложений серьезных работ начиная от конструкторских и заканчивая производством ну в общем вот такой эксклюзив теперь благодаря этому экземпляру мы будем точно знать что производились мини тракторы кмз с двигателем тмз в сн 7d завода не не с ангара именно заводом курган маш завод всем спасибо за внимание надеюсь что было интересно стоп стоп рано попрощался уже после записи этого сюжета мне прислали фотографии паспорта этого трактора то есть по сам паспорт не сохранился на фотографии остались ну и все это встал на свои места фотографии я приложу к этому видео посмотрите хорошо не как она Продолжение следует...